Оленеводство Президент России поставил перед субъектами страны задачу по обеспечению стабильности цен на продовольственном рынке и развитию собственных производств в целях замещения импорта сельскохозяйственной продукции. Из бюджета нашего округа на поддержку сельскохозяйственной отрасли, молочного животноводства и оленеводства выделяются значительные средства. Оленеводство составляет основу традиционного хозяйствования и является ведущей отраслью сельского хозяйства в регионе. По состоянию на 1 января этого года поголовье оленей составляет более 185 тысяч голов. Общее финансовое состояние оленеводческой отрасли в регионе оценивается как стабильное. Этот результат во многом обеспечивается государственной поддержкой, осуществляемой из окружного и федерального бюджетов. В текущем году поддержка оленеводческих хозяйств осуществляется по четырем основным направлениям. Казалось бы, при всем благополучии в отрасли проблемы все же есть. У нас не должно быть системы раздачи денег, говорит Игорь Кошин. Мы должны субсидировать прежде всего в производство продукции, тем самым повышая рентабельность самого производства. Модель субсидирования оленеводческой отрасли в 2015 году предусматривает унификацию субсидий, как и для молочного животноводства, основой из которых станет субсидия на производство мяса оленины с учетом возмещения транспортных расходов. Что касается общей динамики господдержки оленеводства в НАУ, то в следующем году она увеличится на 50% и достигнет почти 51 миллиона рублей из средств окружного бюджета. С учетом федеральных средств это 66,5 миллионов рублей. Принято также решение об увеличении установок капитала общества мясопродукты на развитие производственных мощностей. В Совете Федерации состоялась научно-практическая конференция на тему «Территориальное общественное самоуправление. Состояние проблемы и направление дальнейшего развития». В ней приняли участие члены Совета Федерации, депутаты региональных парламентов, представители органов местного самоуправления и территориального общественного самоуправления из разных регионов страны. Нинецкий округ представил сенатор Евгений Алексеев. По мнению парламентария Евгения Алексеева, желание населения участвовать в улучшении жизненных условий, несомненно, должно быть поддержано властью. На сегодняшний день концептуально не определено, что такое ТОС. Это хозяйствующий субъект с правом юридического лица, самостоятельно устраняющий огрехи власти. Либо это орган, понуждающий власть к более активным действиям от лица общественности. До конца года округ получит финансовую поддержку из федерального бюджета. Правительство России одобрило выделение средств в размере более 34 миллионов рублей на развитие оленеводства. Распоряжение о перераспределении между регионами субсидий на поддержку сельского хозяйства в текущем году подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым, сообщается на сайте Кабинета министров. Средства выделяются в рамках реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. В частности, Нинецкий округ должен будет получить 15,5 миллионов рублей на поддержку племенного животноводства и чуть более 19 миллионов на возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных оленей. Добавим, что ранее наш регион не имел соответствующих строк в федеральном бюджете на 2014 год. Поддержка сельхозпредприятий в Нинецком округе идет не только в части субсидирования производства. Из-за кружного бюджета выделяют средства на укрепление материально-технической базы. В бюджете 2015 года уже заложены средства на строительство фермы в Коткино. Работники фермы в Оме тоже очень ждут новостроя, только о судьбе ничего пока не известно. Подробности в нашем сюжете. 27 коров, 2 быка и телята. Всего 60 голов. Месячный удой стада в летний месяц составляет около 6000 литров. Цифра небольшая, но стабильная. Молочная продукция расходится сразу. На нее у населения Омы аппетит хороший. Правда, каким трудом она достается, известно только работникам фермы. Зимой температуры настолько низкие, что телята примерзают к полу. Питье для коров сразу же превращается в лед. Капитального ремонта здание не видела с далекого 1985 года, когда ферма еще принадлежала колхозу «Восход». Когда пришла, я был колхоз, Россия, потом «Восход» стал им. То, что у них не было средств на ремонт, ремонт не делали. Поскольку она существует, вообще ремонта никакого не было. Потому что денег нигде не хватало. Мы и так без зарплаты, поскольку месяц в колхозе жили, денег не хватало даже на зарплату. А какой на ремонт? Конечно, не могли сделать ремонт. Когда в 2011 году начали строить новое здание, радости персонала не было предела. С ее появлением работники надеялись не только на комфортные условия, но и на прибавку в коллективе. Евгений, местный житель, вернулся в ОМУ после окончания техникума вместе с женой и ребенком. Говорит, городская жизнь не для него. Село ближе. Только вот с работой здесь тяжелее. Так как нету здесь условий работать, они, я думаю, из-за этого не идут сюда. Потому что раньше же, когда эта ферма была новая, раньше везде увольнялись люди со всех работ, шли сюда работать. Когда на ферму придут новые работники, пока неизвестно. Сегодня Заполярный район расторгнул договор и ведет судебный процесс с подрядчиком «Строй-дормаш-комплект». Дело осложняется тем, что компания признана банкротом, и деньги округу вернутся еще не скоро. Компания должна выплатить неотработанный аванс в 22 миллиона. С учетом штрафов и пении за просрочку, цифра возрастает до 113 миллионов. Окончательную сумму определит Московский арбитражный суд, где в середине декабря состоится заседание по делу. Ну а сама ферма с января 2015 года перейдет в ведение округа. То есть мы сейчас достраиваем объекты, те, которые у нас уже заключены контракты, которые действующие. В отношении тех объектов, которые подрядчики не справляются по разного рода причинам, или идет расторжение контракта в судебном порядке, ну и в таком плане. Значит, мы их расторгаем, завершаем все судебные необходимые процедуры, и уже сами объекты незавершенного строительства уже также будут передаваться в государственную собственность Ненинского округа. На сегодня здание фермы готово процентов на 50. Собран каркас и установлены сэндвич панелей. Необходимо установить модульную котельную, возвести склад для кормов и закупить оборудование. По предварительным оценкам специалистов, на завершение строительства понадобится порядка 150 миллионов рублей. Валентина Чибичек, Александр Усачев, Игорь Рочев, телеканал «Север». Прервемся на небольшую рекламу. Смотрите сразу после нее. Спасательная операция длится уже пятые сутки. На поиски вышло местное население, но пока безрезультатно. Пропавших на Вайгачет до сих пор не нашли. К этому событию они начинают готовиться еще в сентябре, отдавая все свое время тренировкам. Атлеты Омы, Неси, Пеши, Индиги в ожидании Спартакиады. Вот только не отметят ли ее из-за передачи полномочий. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Несколько дней назад из Наринмара на поиски была направлена бригада спасателей, но им не удалось обнаружить даже следы пропавших. Сейчас мужчины разыскивают местное население. Впрочем, из-за неблагоприятных метеоусловий спасательная операция временно приостановлена. Завтра ее возобновят. Проводились обследования береговой линии, в месте, где, возможно, они упали с обрыва. Но там дело в том, что прилив-отлив в тот момент, на тот момент времени сильное волнение было, волна набивная, шторм. Поэтому ничего пока нет. Отменят или не отменят спортсмены ОМЭ, НСИ, Пеши, Индиги с нетерпением ждут отборочного этапа соревнований по волейболу и баскетболу среди школ Заполярного района. С 2011 года они проходят в ОМЕ в марте, но на дворе уже декабрь, а спортсмены до сих пор не знают, состоится ли четвертая спартакеада в 2015 году. Организаторы опасаются, что в связи с передачей полномочий от муниципалитетов в округ спартакеаду могут отменить. Школьный физкультурный зал едва ли не самое популярное место в ОМЕ. Ежедневно здесь работают различные секции. Спортом в селе занимаются и взрослые, и дети. Сюда раз в год съезжаются спортсмены из НСИ, Пеши и Индиги. На протяжении трех дней ребята соревнуются между собой в двух возрастных группах. Старшие и младшие команды по волейболу и баскетболу среди юношей и девушек. Всего четыре команды. Готовиться начинают задолго до начала соревнований. В спартакеаде мы начинаем постепенно готовиться уже с сентября. По подготовке к соревнованиям условия неравны. Из всех приезжающих населенных пунктов спортзал есть только здесь у нас в ОМЕ. Ни в НСИ, ни в Индиге, ни в Пеши спортзалов не было. Несмотря на различия в условиях, уже не первый год все ребята показывают отличные результаты, попеременно завоевывая первые места. Спартакеада – это большой праздник, куда попасть хочет каждый ученик. А главное, с ее появлением спорт в Канино-Тиманском районе пошел на подъем, отмечает директор школы Людмила Болтовская. У нас сейчас в школе нет курящих мальчиков. Никто не курит. Наши дети стали активно заниматься спортом. После первой спартакеады наши школьники, вот наши Омские, посмотрев, как играет Неси Пеша, они стали ходить на секции очень активно. Они уже туда зазывали тренеров. Все финансовые вопросы по проезду, размещению, питанию и покупке призов берет на себя Заполярный район. На эти же средства Омская школа организует для ребят культурную программу. Вот только до сих пор принимающая сторона не получила подтверждения о проведении четвертого отборочного этапа. Традиционно пройти он должен в марте 2015-го. Организаторы опасаются, что из-за передачи полномочий спартакеады могут просто отменить. Прибавилось участников, прибавились болельщики. И это мероприятие стало очень популярным. Если сейчас его захотеть отменить, то, наверное, уже мы такую протест услышим от всех, от всей молодежи нашего Канино-Тимания, потому что это очень популярное мероприятие. Они сюда с желанием едут, они очень хотят. Отменять такое масштабное спортивное мероприятие, конечно, никто не собирается. Перераспределение полномочий никак не отразится на графике спортивных мероприятий ни в населенных пунктах округа, ни в городе. Мы приняли все обязательства. Это мероприятие в программе Заполярного района было. Значит, мы его проводим. Мы ни в коем случае не будем ухудшать те условия, которые были. Я думаю, что мы будем стараться совершенствовать даже систему проведения мероприятий. То есть очень правильная идея проводить мероприятия кустовые, в данном случае это Несь, Ома, Нижняя Пеша, Индига съезжаются в одно поселение, выявляют сильнейшего и сильнейшие приглашаются потом на финальную часть. Кстати, провести финальную часть протокиады организаторы считают возможным в одном из населенных пунктов округа, например, в Нижней Пеша. ФОК там уже построили. Ирина Цепетова, Александр Усачев, Телеканал Север. Сейчас снова небольшая реклама. Смотрите сразу после нее. Нокаут по Нарин Марски. Наши боксеры с очередного турнира привезли золото и серебро. С юными героями встретилась моя коллега. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Как смастерить открытку, эксклюзивный аксессуар, маску и многое другое своими руками расскажут на гостиной и мастерской Дом Нового Года. Ее 6 декабря проведут специалисты этнокультурного центра С 11 до 17 часов гостей ждут мастер-классы, ярмарка, дефиле в карнавальных костюмах и еще много интересного. Всего для гостей праздника подготовлено около 40 мастер-классов С 11 до 17 часов собравшимся расскажут и покажут, как украсить новогодний стол, сделать ароматный сувенир или праздничный подарок в технике мукосолька, квилинг или декупаж. Специально для детей будут работать игровые площадки, где они смогут окунуться в мир сказки с Незнайкой или Бабой Егой. Взрослые тоже найдут для себя много интересного. Например, выставка ярмарка сценарных материалов «Новый год без флопот» она пройдет в библиотеке этнокультурного центра. День семейного отдыха. И в то же время мы хотим поддержать традицию, когда вся семья вместе. Когда Новый год раньше готовились все вместе, делали вместе игрушки, украшали елку и так далее. И вот это предпразднество мы хотим сделать традиционным. Золото и серебро привезли боксеры – воспитанники Дворца спорта «Норд» с 30-го областного турнира класса «Б» памяти основателя Слободской школы бокса Геннадия Буланова. В Кировской области на ринг вышло более 200 спортсменов из семи регионов России. Героем прошедшего турнира стал 15-летний Ренат Магерамов. В весовой категории до 42 килограммов он завоевал первое место. На ринг спортивного комплекса «Красный октябрь» юный спортсмен выходил дважды. В полуфинале вырвал победу у нижегородского спортсмена. А вот финальная встреча на ринге с кировчанином заставила Рената изрядно поволноваться. Удача в турнире сопутствовала и двоюродному брату Рената Кенану Исмаилову. В своей возрастной группе он стал серебряным призером, проиграв в финальном бою сильнейшему спортсмену Кировской области. Всего на ринг в спортивном комплексе вышло более 200 спортсменов из Санкт-Петербурга, Нижегородской, Кемеровской областей, Пермского края, Республики Коми, Архангельской области и Ненецкого округа. Наш регион представляли 8 боксеров. Но не всем удалось дойти до 50-го почёта. Денис Асташев и Дмитрий Рочев проиграли во вторых боях будущим победителям турнира. По словам тренера Александра Андрюкова, матчи проходили практически на равных. Можно поставить им четвёрочку. Кто-то не справился именно с волнением. Были ребята, которые только второй раз выезжают. Но, в принципе, показали ту работу, которую мы с ними проводим. Правильно в направлении двигаются, стараются. Ну, выходит на свой уровень потихонечку. Ближайшие состязания юных боксёров ждут уже завтра. В 12 часов в Красном стартует турнир по боксу «Арктическое сияние». Участие примут 50 спортсменов из города Искателей и Красного. В рамках турнира определят лучшего боксёра. Он получит специальный приз от губернатора региона.